Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Мы также худеем, находимся на кухне. Сегодня я покажу, как приготовить очень вкусный холодец из курицы с куриными лапками. То есть куриные лапки – это натуральный наш загуститель, коллаген, который будет желировать нашу массу, и масса будет застывать. То есть это вот так еще делали у меня бабушка с дедушкой в СССР. Мы, якобы помню, маленькие, еще когда разводили курицу, у нас был курятник, и так вот варили, делали вот эти холодцы с морковкой, с чесночком. И то же самое, вот вместе с курицей добавляли вот эти самые лапки, из-за этого без желатина это все у нас застывало. И давайте начнем, я покажу этот супер рецепт, он достаточно простой. Итак, посмотрите, я взял, у меня где-то примерно семя корочков я буду варить, и где-то килограмм куриных лапок. Сами по себе, вот эти вот лапки мы кидаем, промываем их, кидаем, все равно это все лапки будут выкидываться, но в них есть коллаген. Это вот именно как желатин, заместо желатина то же самое. Если даже просто, вы знаете, бульон сварить плотно из-за корочков, а не бывает, если чуть-чуть встает, а с лапками встает просто на ура. Вот это все застывает, наш холодец, так делали, говорю, еще в СССР. Я вот рецепт из детства вам, и при этом все это диетическое подходит для нашего питания. Посмотрите, что мы делаем. Я взял где-то у меня кастрюли, примерно двадцатка, где-то литров десять, я все не буду наливать. Посмотрите, морковь в кожуре мы подпекаем на вот такой вот на конфорках, немножко забрасываем. Сюда же забрасываем лук, мы делаем очень вкусный, у нас должен получиться бульон. И добавляем наши окорочка, и добавляем лапки. Окорочка мы будем потом перебирать, это все будет у нас процеживаться в другую кастрюлю. То есть добавили лапок. Сразу мы это все делаем с солью. Можно добавить лавровый лист, сразу перец, чтобы бульон вот этот был вкусный. И это все вот, посмотрите, сейчас у нас этот бульончик закипит. Мы убираем на самый маленький огонь, и это все томится. У нас четыре часа вот вода, только чтобы она не была мутным. И мы снимаем иногда вот эту пенку, которая образуется. Все это варится, около томится, будет четыре часа. За это время как раз почищу чесночок, и дальше вы все сами увидите. То есть, посмотрите, можно даже сейчас я долью немножко воды, потому что она тут объем. Учитывая, что вот это мясо, окорочка достанется, мясо это переберется на наш холодец. Лапки эти выбросить, и я буду заливать вот полную вот эту вот кастрюлю сейчас. Итак, посмотрите, бульон начинает закипать, появляется пенка. Мы, посмотрите, на самый слабый огонь, который есть, его убираем, и он томится с этого времени четыре часа. Он из-за этого не станет мутным, и время от времени снимаем вот эту вот пеночку. Можно снимать ложечкой. На самый медленный огонь убрали, и пускай это все томится четыре часа, чтобы бульон был насыщенный, наваристый у нас. Тем самым временем я почищу наш чесночок. Итак, посмотрите, прошло у нас четыре часа, он потомился. Посмотрите, окорочка переварились все, но нам, посмотрите, окорочка и не нужны. Они переварены, мясо в холодце в самый раз. Получится морковка, которая была обожженная, мы почистили кожуру, тоже она сварилась, я достал уже. Лук, чеснок, укропчик тоже я подготовил, сделал. Далее, посмотрите, видите, бульон, оно видно очень густой. Ножки, посмотри, вот еще окорочка тут попадаются. Мы видим, посмотрите, бульон очень густой, вот из-за этих лапок. Сейчас мы процедим наш вот этот бульон через сито. Лапки мы выбросим. Лапки мы выбросим, получается. А то, что останется, сейчас мы его в другой кастрюле, он немножко у нас остынет, чтобы прямо не кипяточный был. И можно будет уже заливать. Заливать я буду по одноразовым контейнерам, ну и в тарелочку для красоты тоже залью. Вот, посмотрите, какой вот такой вот получился наигустейший, посмотрите, бульон. Вот, и так, и посмотрите, процесс заливки, что я сделал, бульон я процедил, слегка его остудил на лоджии. Можно убирать на лоджии, но я приготовил, посмотрите. У меня в холодильнике полка целая, свободно заливаю. Я буду заливать в обычные одноразовые контейнеры, стоят они 5-6 рублей. Их можно потом помыть, можно, кто не хочет мыть, как одноразовую посуду выбросить. Заливка будет производиться в них. Ну и также я возьму, залью в маленькую еще тарелочку. Все проще, просто, без всяких понтов, как в СССР еще делала моя бабушка, когда у нас была своя курица. Лапки никогда у нас, я не знаю, как у других, лапки у нас никогда не выбрасывались, а именно делать вот такой вот обалденный куриный холодец. Причем это очень выгодно, причем это еще экономично. Кто хочет сэкономить, это может от холодец стоять 10 дней, 2 недели, и можно потихоньку есть. И посмотрите, морковь та же самая, что варилась. Я нарезал колечками отварное. Далее, посмотрите, филе куриное с крочков, курицу. То есть я обобрал и сразу зелью с чесночком натертым смешал. И посмотрите, сейчас мы будем просто распределять на все тарелки, чтобы получилось равномерно. И будем заливать. Посмотрите, в наш... Примерно, вот я еще на столе у меня есть. И что мы делаем? Здесь, посмотрите, все просто. Берем морковку и раскидываем морковку на наши контейнеры. Также в тарелочку я сделаю маленькую. Посмотрите, сейчас все очень просто, говорю. Сам бульон мы сразу видим. Посмотрите, что бульон необычный. Видно, что бульон очень густой, куриный, наваристый. По цвету видно, что он такой густой. Сразу говорю, соль, перец сразу доводим до вкуса, чтобы он вкусный. Здесь он такой горяченький, но не кипяток. И сейчас мы будем разливать. Дождемся, когда формочка все остынет быстрее. И уберем просто, закроем крышками и уберем в холодильнике. Раскидываем, давайте, сперва нашу морковку. И далее морковку. Если... Давайте покажу, что у меня здесь еще, видите, эти формочки есть. Очень удобно, кстати. Сделал и две недели кушаешь. При этом еще это и диетическое блюдо, и экономное блюдо. Далее берем нашу курицу. Она с чесночком. И также разбрасываем равномерно. Тут не должно быть очень много курицы, потому что это заливное, это диетическое, причем экономное блюдо. Съедается просто на ура. И давайте вот филе, которое мы перебрали. Вместе весь натертый чеснок и укропчик тоже разбрасываем по всем нашим формочкам. Еще раз повторю, все делается очень просто. Бульон у меня томился после закипания 4 часа. Получилось просто обалденно. Без всякого желатина. Давайте разбросаем наше филе. Итак, посмотрите. Разбросали мы наше филе с чесночком, натертым и укропчиком. Морковку. И сейчас просто производится процесс. Аккуратно мы заливаем. То есть наш бульончик и производится процесс заливки. Аккуратно, равномерно разливаем наш бульон на все наши контейнеры. Все, давайте сейчас все зальем. Посмотрите, в итоге я все залил. Сейчас немножко это еще посильнее остынет. И я убираю. Получилась у нас одна тарелочка. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, семь, тринадцать, тринадцать, четырадцать, пятнадцать, шестнадцать контейнеров на четыре. Я делал на двадцать, но немножко не хватило бульона, чтобы размазывать ее. Я помыл их, пересыпал вот в эти шестнадцать контейнеров. И одна тарелочка получилась. Далее. Давайте, что я взял для этого. Посмотрите, у меня кастрюля двадцатилитровая была. На двадцатилитровую кастрюлю, вот эту, я брал килограмм куриных крыльев. У меня, то есть, на двадцатилитровую кастрюлю я брал около килограмма куриных лапок, которые стоили, обошлись мне 80 рублей всего. И я точно не знаю, около восьми, около восьми девяти окорочков у меня ушло. И пучок укропа. Чеснока по вкусу, чеснока я взял достаточно нормально, потому что мне чеснок нравится. И всё, сейчас это всё остынет. Я уберу это всё в холодильник. Холодец застывает в течение шести часов. Сейчас у меня получается вечер. К завтрашнему уже утро будет готово. Я думаю, сниму и покажу, что у меня получилось. Давайте подождём завтра. И всё, ещё раз всё повторим и закрепим. Шесть, четыре, шесть часов, четыре, шесть часов он застывает в холодильнике. Вот такого. При этом, смотрите, это экономное, диетическое, бюджетное, заливное. Подойдёт как для похудения, так и кто хочет сэкономить. Потому что затрат на этом заливном, на этом холодце. Так ещё делали в СССР. У меня бабушка. Подавали они, конечно, хреновину. Это такая вот, как аджика с хреном, вот это с чесночком. Такая ядрёная. Но я буду подавать, у меня этих хреновина нету, аджики. Буду подавать просто с горчицей и хреном. Всё это тоже низкокалорийно. Всё, давайте дождёмся завтрашнего утра. Я всё покажу. Итак, ну посмотрите, прошло у нас. За ночь оно застыло. Прошло где-то. Я работал просто трое суток прошло. И вот сегодня показываю вот такое вот диетическое питание. Так делали ещё в СССР. Если кто-то хочет, чтобы ещё было намного посильнее это всё застыло, можно добавить больше куриных лапок, например, чтобы текстура была ещё более такая густая. Можно добавить ещё куриных лапок. Я, как сказал, кастрюли 20 литров, где-то полтора килограмма куриных лапок, 8-9 окорочков. И всё это варилось очень долго. То есть 4-5-6 часов можно варить. Выкипело. Там получилось меньше 8 литров. Вот этого густого бульона. И пробуем. Вот такая. Ну, мне вот такая нравится субстанция, как желе. Не слишком такая вот густая. Пробуем. Очень вкусно. С горчицей, с хреном. Вот такое вот. Такое вот заливное. Вот такой вот студень. Такой вот холодец. Из СССР. И при этом он, как я сказал, очень диетический. Я сейчас худею. Мне он подходит для правильного диетического питания. Вот такой вот холодец. Из СССР. Из окорочков и куриных лапок. Так делали ещё в СССР. Моя бабушка, мой дедушка. Так делали вот этот студень. Вот этот вот холодец. Итак, на сегодня всё. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся. Ставим лайк. Также подписываемся на мой инстаграм. И мою группу о рыбалке Кулинари ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока.